Рады вас видеть на вебинаре, вижу, что модерат у нас работает. Меня зовут Улубек, коллегу зовут Леонид. Приятно познакомиться. Сегодня мы попробуем вам рассказать, как... Да, камера у нас... Чуть-чуть поправим. Вот так. О том, как правильно выбирать, то есть процесс выбора видеоконференц-связи. Можно спросить, как нас слышно и видно? Да, я попрошу написать в чате Ильи Иванова, как нас видно и слышно. Хорошо. Видим ваши надписи, рады за вас. Значит, вести будем вдвоем с Леонидом. Все, все, все хорошо. Все четко. Да. Наш сегодняшний день какой? Расскажем чуть-чуть о продуктах, совсем немного, чтобы не быть скучными. Будем передавать друг другу слово. И расскажем немножко о родмапе, что впереди у нас. Плюс расскажем о том, как с нашей точки зрения выглядит процедура, процесс выбора той системы видеоконференц-связи, которую вы там или ваш заказчик планирует внедрить. То есть, с чего это состоит. Начать хотел бы с короткой презентации по продуктам. Постараемся быть не скучными. Присаживайся, Леонид. Благодарю. Что есть сейчас, что будет впереди? Точка отсчета сентября текущего года. Ну, во-первых, у компании IP-MATIC мы являемся мультивендорным дистрибьютором многих торговых марок. Кроме Ялинка, это Майлсайт, камеры видеонаблюдения. Это Ястар, учрежденческий АТС IP, это Кристуджир, системы записи, это JR Technology и это TGNet. Компания Ялинк находится в Китае, штаб-квартира в городе Сиамин. Компания насчитывает более чем 300 сотрудников. У компании два крупных офиса. Один офис – это административный, второй офис – он разработчики. Компания была организована в 2001 году в городе Сиамин, в Китае. Начинала свой жизненный путь в производство простеньких USB-телефонов для Skype. В 2005 году вышли за пределы Китая, за пределы материка и стали торговать этими телефонами по всему миру. В 2009 году выпустили первый СИП-телефон. То есть это уже не USB-телефончик для Skype, а что-то более корпоративное, что-то более интересное и профессиональное. В 2012 году дистрибьюция была уже более чем в 100 странах. То есть это на самом деле история успеха. И в 2014 году, наверное, самое главное достижение компании – это компания стала номером два по отчету Frost & Sullivan в сегменте продажи корпоративных и операторских СИП-телефонов. Что было сделано в 2015 году? В 2015 году компания обратила свой взор на видеоконференц-связь, выпустила несколько продуктов, которые достаточно нормально стали взлетать на рынке. И сегментация этих продуктов, она примерно сейчас будет рассказана чуть позже. Это терминалы для комнат видеоконференц-связи, для переговорных. Это терминалы для унифицированных коммуникаций. И это видеотелефоны. Если говорить про категорию продуктов и решений от Ялинка, ну всю категорию, то, наверное, лучше об этом рассказал бы Леонид. И я хотел передать ему слово. Добрый день еще раз. У Ялинка есть много чего интересного. Говорить мы будем сейчас про ВКС, но все-таки пару слов напомню для тех, кто, может быть, первый раз пришел на наши вебинары. Есть ассортимент, который позволяет, ну, решить, наверное, любые телефонные офисные проблемы. Есть аудиоконференц-телефоны для установки в переговорных комнатах для коллективного использования. Есть видеотелефоны высокого качества. Есть беспроводные тип телефоны. Есть также две серии. Четвертая серия, более продвинутая. И серия Т2, ну, то, что называется майнстрим. То, что ставится практически на каждое рабочее место. Все телефоны могут быть сейчас интегрированы с решениями Skype Business, ну, или Microsoft Lean. Для этого достаточно сменить прошибку, и телефон интегрируется, ну, что называется, нативно, практически, с коробки данными решений. Предваряю вопрос, сразу же скажу, что с ВКС пока такой интеграции с коробки нету, но нам производитель обещал, что это случится в следующем году. Родмапа на следующий год пока нету, но будем надеяться, что это не загорает. Ялинг большое внимание обращает на доступность, на открытость, на интегрированность своих продуктов. Поэтому, скорее всего, интегрироваться с ВКС, ВКС продуктов со Skype Business будет, ну, там, наверное, главным событием следующего года. Ну, вот, наверное, все. То есть, по телефонии мы можем решить практически все сценарии, по ВКСу большинство. Давай поговорим об этом большинстве, чего есть. Сегменты, которые накрывают видеоконференц-связь, состоят традиционно из переговорных комнат, из решений за твоим рабочим местом и из решений, которые используются на ходу, мобильные решения, можно назвать, или решения, которые вне офиса. Переговорные комнаты, ну, бывают, там, большой размерности от 20 и вниз до, там, 10 человек, бывают средней размерности от 10 до 6 человек, и бывают малой размерности до 6 человек. Спектр переговорных комнат, которые мы накрываем, он вот ровно тот, который назван. И большие, и средние, и малые. Для этого мы используем два наших продукта. Это кодек 120 и это кодек 110. У каждого из кодеков есть опции по звуку. То есть мы умеем организовать звук либо беспроводным микрофоном, либо нормальным проводным взрослым конференц-телефоном, к которому есть возможность подключать выносные микрофоны для того, чтобы увеличивать область приема. Значит, эти данные все есть у нас на сайте, если вы зайдете в раздел продуктов, посмотрите на продукт, там, в принципе, есть даже геометрия, как можно накрывать крупные переговорки при помощи этих уносных телефонов. По видео для младшего кодека 110 он у нас интегрирован одной-единственной камерой. Это для малых переговорных до 6 человек, до, ну, скажем, 6 метров, крайний человек. Звук, опять же, в двух опциях. По кодеку 110 у нас есть две опции по камерам. По 120. По 120. Две опции по камерам. Давай ты расскажешь, Леша. Давай. По 120 кодеку камеру можно поменять. Базовая поставка идет с 12-кратным зумом камеры. По 18-кратной камере, что можно сказать? Ну, это та камера, которая была в ВСИ-400. Она сейчас доступна для заказа, но как некая опция под отдельные проекты. Мы не планируем поставки на склад с 18-кратной камерой. Базовое решение, базовый комплект будет все-таки с 12-кратной камерой. Что еще хорошего сказать про 120 кодеку? Единственный минус по сравнению с 400-м, это то, что понизился зум камеры. Во всем остальном, он по куче, скажем так, мелочей, по куче факторов гораздо круче, чем 400-й комплект. Важная мелочь номер 1. Если 400-й поставлялся в базовой поставке с 4-точечной конференции, для того, чтобы открыть 8-точечную функцию, нужно было покупать дополнительную лицензию. ВСИ-120 поставляется сразу с 8-точечной лицензии. Если заказчику не нужна 8-точечная лицензия, то... Для подключения к конференции введите номер 1. Если заказчику не нужна лицензия, он ее планирует купить потом или вообще не покупать, то это можно прекрасно сделать, есть поставка без активированной лицензии. То есть сразу, еще раз, плюс номер 1, сразу получаем 8 точек. А не то, что там 4, а потом еще 8 за дополнительные деньги. Номер 2. Приятная мелочь номер 2. В ВСИ-400 был конференц-телефон, который назывался ВСИ-П40. Сейчас идет поставка с телефона, который называется ВСИ-П41. Вроде бы там одна циферка добавилась, внешний вид не поменялся, но на самом деле добавился один очень полезный разъем. Это 3-х миллиметровый звук. И, опять же, в базовом комплекте поставки уже идут 2 расширительных микрофона. Раньше приходилось заказчику платить порядка 300 долларов, чтобы купить вот эти 2 выносных микрофона. Сейчас это в базовой поставке. Ну и третье, главная приятная мелочь, это то, что цена розничная где-то примерно на 30% стала ниже. Порядка 10 тысяч долларов стоил 400 в базовой поставке. Сейчас цена на самую топовую комплектацию ВСИ-120 это 6,5 тысяч долларов. Цены все есть на нашем сайте, я сейчас не буду подробно перечислять. Всегда их можете посмотреть. У кого есть партнерские прайс-листы, тот может посмотреть в партнерском прайс-листе. У кого нет партнерского прайс-листа, сразу к нам, сразу пишите к нам, мы его сразу вам пришлю. Это что касается терминалов для переговорных конкурентов. Персональное решение. Про Т49 не буду подробно рассказывать. Наверное, все слышали, знают или смотрели, или видели этот телефон. Кто-то уже продал. Кто вагон, кто маленькую тележку. Понятно, что это хаэндовский терминал, видеотерминал достаточно высокого класса. Конкуренты ближайшие продукты от ЦИСКа, от Поликома, по ценам где-то примерно раза в 2-2,5 больше. Это если смотреть на цену покупки. Если смотреть на стоимость владения, то и того больше, поскольку наш АМС, он выгоднее, чем смарт-нет от ЦИСКи или чем сервисный контракт от Поликома, ровно тем, что хотя бы он сидит в цене первого года, то есть он куплен по умолчанию. А цена за второй год, она всяко ниже, это проверено. И примерно с таким же лагом она ниже, чем цена от смарт-нет за на ЦИСКу, учитывая всевозможные скидки на Поликом. Да, все правильно. Все правильно. Хотел сказать еще, добавить, что это... Многие говорят, какой дорогой телефон. Ну и говорили, и продолжают говорить. Ялинг, в принципе, внимает правильным вопросом, правильным комментарием. И многие уже знают, многие ждут появления новой модели. Это Т57В. Телефон будет сделан на Android и, скорее всего, достаточно агрессивно воткнется вот в эту нишу телефонов от 300 до 400 долларов, где сейчас представлены, ну, скажем так, многие телефонные производители, не ВКС. Но камера у него будет по-прежнему 2 мегапикселя, и это будет, ну, наверное, хороший, отличный, прекрасный телефон. И, наверное, видеотерминал все-таки вот бедный. Если Т49G это точно не телефон, это больше, чем телефон, это видеотерминал, то Т57В можно будет говорить, что это видеотерминал начального класса. ВСИ-десктоп, уже существующий продукт, обычный софтверный клиент для установки на Windows или на Mac. Двух вариантов он есть. Можно скачать, можно попробовать триал на 30 дней перед покупкой. Что еще сказать? Ну, хорошее, правильное, доступное решение. ВСИ-мобайл. Некоммерческие продукты, бесплатные. Но для того, чтобы замкнуть линейку терминалов, от решений большой переговорной комнаты до планшетов у мобайла, других мобильных устройств. Может быть, это вишенка на торте, может быть, что еще. Не знаю, как на нее смотреть. Но, тем не менее, такое вот решение мобильное тоже есть. Для iOS, по-моему, еще не вышло. Android с весны, пожалуйста, доступен на PlayMarketing. Качайте, смотрите. Кто не видит. iOS пока не вышел, он еще находится при продажном тестировании. Вот-вот ждем. До конца года будет. Или вышел. Питер, what can you tell us about EOS application? Is it available now or not? ВСИ-мобайл. У нас есть рояль в кустах. Это инженер, я сейчас представлю вам, инженер Ялинка, приглашенный год. Питер Лин, который может ответить на любой ваш вопрос. Сейчас я попробую. показать нас всех во всей России. Значит, Питер, он уже поддерживал Android. Питер. already can be downloaded what regarding ios actually we have released the ios version and if customers are interested to have a testing with their enjoy with the ios version the customer can download from the apple store it is available now it is available now it is available now it's available now we will discuss it if you have any questions or opinions about things you can find us and we will be able to get on the computer and use the developer and tester ii link we will continue on the presentation and a little later we will bring him to the table to show us what he needs to be what we will do in the future В общем, сфокусировать, попросим его на самых важных опциях, на самых важных продуктах, которые выйдут до конца текущего года. Пока спасибо Питеру, отпустим его работать, трудиться за ноутбук, за соседний стол. Спасибо, Питер, и вы вернете в 15 минут. Спасибо. Переходим к следующему слайду. Вот чуть более подробно про некоторые продукты. А, нет, сначала как-то решение. Вот один из участников семинара, Дмитрий, уже сходил на App Store и уже скачал, уже все доступно. Да, все работает. Давайте расскажем про карту продуктов и решений в 2016 году. Два флагмана из кодека 400 и 120, описание детальное всех технических характеристик, не будем вас мучить, есть на сайте. Могут выступать как MCU, как инфраструктура для организации видеоконференц-связи, все на борту, прямо у вас в корпоративной сети. К ним может быть подключено до, ну он сам плюс, до 7 точек дополнительно. Это может быть любой из наших кодеков, это может быть программный клиент, это может быть клиент на мобильном приложении, ну то, что мы вам сейчас рассказываем. Филиал может быть любой, как показано внизу. Либо такой же кодек, либо кодек помладше, либо персональный терминал, либо десктоп-компьютер, либо мобильный клиент. Если мы говорим о том, что нужно больше, я вот вижу вопрос от коллег, что делать, когда нужно больше. Алексей в частности задал такой вопрос. Нужно использовать сторонние решения по инфраструктуре видеоконференции. И здесь можно сказать, что если на Западе самым популярным сервисом облачным является Zoom, с которым умеет и хорошо работает оборудование EOLINK, и сервисом для инсталляции конечному заказчику в корпоративную сеть это Paxi, ну такова просто статистика, то в России и СНГ есть собственные производители, и это наше, в общем, счастье, что есть разработчики, которые думают о этом рынке. В частности, с компаниями Mind, Vintel и TrueConf у продуктов EOLINK по видеоконференцсвязи закончено положительное тестирование. Это все работает замечательно на их программных платформах. С решением видеомост тестирование производится прямо непосредственно в эти дни, и мы надеемся, что оно закончится так же успешно, и можно будет работать на видеомосте как в облачном смысле, так и в смысле in-house или on-premises, вашей корпоративной сети. Надо заметить, что если на Западе есть четкое разделение, туда облачный сервис, SaaS и сюда, то есть это разные компании, когда вы хотите сделать это on-premises, мы четко видим, допустим, что лидером по облакам является Zoom, при этом Zoom не продает это решение как корпоративное. И наоборот, PECSIP работает с корпоратами, но при этом не имеет SaaS, то что называется SaaS, Software as a Service, чистая услуга облачная, за которую 3 копейки заплатил в месяц и пользовался. То в России и СНГ у каждого из вендоров указанных, и у Mind, и у Vintel, и у TrueConf, и у видеомоста есть оба решения. Оно есть в облаке, и оно может быть продано как корпоративное решение. Понимая это дело, мы на своих облачных ресурсах подняли все 3 проверенных наших вендора, и скоро будем поднимать четвертого. Это означает, мои слова, что вы можете попробовать и получить учетку на нашем облаке Mind, на нашем облаке программное решение Vintel, и на нашем облаке программное решение TrueConf. Зачем это? Ровно для того, чтобы уметь выбирать, что вам нужно. Кроме конечных точек, нужно еще понимать, какая будет инфраструктура, какой там интерфейс, какие там возможности. И здесь никакое вам описание или рекламный буклет не поможет. Пока ручками вы вместе с клиентом не попробуете и не убедитесь, что это ровно то, что вам нужно, но принимать решение не стоит. Позже мы расскажем, как выглядит процедура получения учетной записи на наших ресурсах облачной учетки Mind, Vintel и TrueConf. Карта продуктов и решений наша сегодня. Мы больше ориентированы на производителей российских программного обеспечения, то есть это программные софт-свечи, программные MCU. Как было упомянуто, это Mind, это Vintel, это TrueConf, и видеомост. Этому я хотел бы добавить, что Ялин запустил свое собственное облако, но это облако не MCU, это облако-регистрар. Оно позволяет... Позже расскажу, что позволяет это облако сделать через пару слайдов. Оно позволяет обходиться, то есть соединять кодек друг с другом без необходимости получения белого адреса, позволяет вытаскивать соединение через траверсу из корпоративной сети на несколькими НАТами. То бишь это удобство в регистрации кодека и в его определении. Но это облако, то, которое красное, оно не дает возможность использования MCU. Пока не дает. Питер, наверное, нам чуть позже расскажет, когда это будет. Пока этого нет у Ялинка, это есть у нас в Эпиматике, еще раз, на решениях Майнд, Минтео и Трукон. И решение Видеомост, я думаю, будет уже в ближайшие недели. Есть что добавить для них? Ну, есть, да, пару фраз из арсенала капитана очевидности. Почему мы столько говорим про именно российских производителей? Тут две причины. Первая – это та самая пресловутая политика импортозамещения, которая все никак не взлетит. Но правительство нашей страны обещает, что в одну завтра проклятых пиндосов точно изгонят из всех, как минимум, у государственных заказчиков. Поставят жесткие запреты. Второе – это чисто деньги. Потому что решения наших отечественных производителей, они получаются в разы дешевле, чем западные аналоги. И, в конце концов, комбинация этих двух факторов административного и экономического, как мне кажется, сломает вот эту барону, многолетнюю, эшелонированную, которую выстраивали у серьезных корпоративных заказчиков, ЦИСКО, ПОЛИКОМ, АВАЙ. Чудес не бывает. В конце концов, деньги кончатся до состояния, денег нет. Не денег нет совсем, или пора менять доллары, а денег нет. И начнет взлетать. Я бы добавил, что, когда заказчик спрашивает нас о полном решении, то бишь не просто кодеки, а и какое-то программное решение, в первую голову мы ему говорим, на, попробуй, выбери сам, какое нужно, и после этого мы сможем тебе сказать, на каком аппаратном сервере это могло бы летать. Аппаратный сервер тоже предлагается отечественным. Никакой не IBM, не Hewlett Packard и так далее. Именно исходя из тех же соображений, о которых сказал Лёдя, мы, люди законопослушные, если закон есть, надо его исполнять. А как его исполнять другие, мы можем только надеяться. Это как в правилах дорожного движения. Исполняй правила сам и надейся, что другие тоже будут исполнять. Янец, расскажи про кодек. Ответ Саврученко. Зачем? Не надо брать. Хороший кодекс, 120-й, я про него уже говорил. Обращаю внимание, что у камеры, у новой, 12-кратным зумом, у нее очень хороший для своего класса горизонтальный угол зрения. Аж 70 градусов. Что появилось нового? Про что не сказал я сразу. Ставил, может быть, там на сладкое. У всех моделей, у всех, у 120-го и у 110-го, появилась возможность интеграции геолинковских ВКС с решениями от АМХ Крестрон. Это уже есть, уже существует. Уже есть программы, которые выложены на тех же Крестрон-маркете. Все это качается. И если у вас есть потребность, ну, скажем так, внедрения ВКС в переговорную комнату, где есть один пульт управления, ну, какой-нибудь планшет, например, на него заведены кондиционеры, на него заведено управление проекторами, шторами, ну, всем чем угодно, то можете смело, ну, не то что выкидывать пульт от Ялинка, а положить его в сторону, синтегрировать его с общей системой и сделать его таким же устройством, ну, как все остальное, находящееся в этой переговорке. Год назад этой возможности не было, и это закрывало, ну, скажем так, нам дорогу в те проекты, где заказчик привык уже вот к этому удобству. Да, это удобство стоит денег, да, эти системы не дешевые, но если считать по совокупности экономии, то, там, Диолинг, плюс еще какие-то более бюджетные решения, то можно построить переговорную комнату с таким же функционалом, который был раньше построен на американской, на американских производителях, на, там, японских производителях, в разы дешевле. Копейка рубль пережет, там, 2-3 раза экономии на ВКС, плюс экономия, там, на остальных, без потери функционала, подчеркиваю, ну, в общем, дает возможность опять же, идти с нашими оборудованием, серьезный проект. Ну, что, похвалил, как оборудование не так хорошее, тут еще много, много чего интересного нарисовалось. Что сказать, по 120-му есть кому-то вопросы, нет, там, Диолинг, ничего не пишут. Если есть вопросы, я хотел бы, чтобы вы сыпали их прямо в чат, мы по мере будем отвечать, чтобы не забывать про эти вопросы. Мы смотрим на чат и готовы отвечать. Дальше. Аудиоаксессуары, про это Лубек уже говорил, что есть всякие разнообразные варианты. Про 41-й телефон я тоже говорил, что у него линейный вход появляется. А для чего это надо? Ну, например, сидит переговорный человек, и у него есть желание соединить его скайп, его абонента, который стучится к нему по скайпу, подключить его к конференции, хотя бы по звуку. До этого раньше нужно было тянуть от ноутбука провод к кодеку. Сейчас это возможно подключение прямо непосредственно на столе, там, где вот идут переговоры. Беспроводной микрофон он у нас есть, фишка достаточно уникальная, как с точки зрения юзера, так и с точки зрения той компании, которая пишет, ну, скажем так, тендерную документацию. У нас это есть в базовой цене, в базовой комплектации. Если заложить этот функционал в техническое задание, то конкуренты смогут, конечно, этот функционал повторить, но денег при этом потратят, как говорится, маму не дарю. А тут одно слово, беспроводной микрофон, он на самом деле силы очень немалый. Это так, да. Ну и новая опция – это проводной микрофон. Провод – это все-таки всегда провод. У некоторых заказчиков есть паранойя или внутренние корпоративные правила по тому, что беспроводку нехорошо использовать. Или можно использовать только сертифицированную, и тогда на помощь приходит проводной микрофон. Тогда, когда нужен именно микрофон, а не конференц-телефон с кучей-кучей возможностей. В некоторых серьезных, суровых организациях вообще запрещено использование беспроводных устройств чисто из соображения безопасности. Ну иными словами, в каких-то структурах МВД, ФСО, ФСБ, они предпочитают иметь дело с проводами. Это так. Из того, что хотелось бы добавить мне, это линейный вход аудио 3.5 на наш VCP-41. Этого нет у нового айфона, но это есть у нас. И это очень удобно. В каком смысле? Когда Биг Босс хочет использовать переговорку для того, чтобы посадить звонок с мобильного, не перебрасывая его там по АТС. Просто подошел, воткнул мобильный джеком, и ты говоришь из переговорки. Ну, вот я тоже был Биг Боссом, и я любил говорить на конференц-телефоне больше, чем на наушниках или чем на обычном мобильном джеком. Идем дальше. Камеры подключать нужно согласно помещению. Штатный кабель – это 3 метра. Он передает все, что нужно передавать, и данные питания, и контроль. То есть он кормит камеру, он передает те данные, которые с нее поступают, это видеопотоки, и контроль, это ПТЗ, крутить головой, делать тилт и зумно. Новые кабели, которые вышли у нас, ну, это не самое большое достижение, но, тем не менее, это предел для кабеля HDMI такого класса, или DVI. Это данные питания и контроль на 10 метров. Когда нужно пробросить больше, чем 10 метров, ну, например, это зал, совещание, где у вас есть президиум и все такое прочее, это можно делать по штатной проводке 6 или 5 категории, расстояние до 70 метров. Это уже вышло, было анонсировано, что в 3-4 квартале это уже доступно для покупки. Те, кому интересно, отпишите нам письмо, мы вас научим, как вынести камеру за 70 метров от кодека. Это полезные штуки для того, в момент, когда вы занимаетесь эргономикой помещения, расчетом, кто где стоит, какие кабеля где участвуют. Про кодек лучше расскажете. ВСИ-110, при всех его достаточно скромных, может быть, невызывающих параметрах, в своем классе является совершенно уникальным продуктом по комбинации параметров. Вроде ничего такого невинного, да, там поддержка по USD, камера с четырехкратным зумом, поддержка два дисплея, запись на USB-носитель, поддержка 3.2.3 и SIP. Так вот, если по вот этим характеристикам мы начнем подбирать модель поликома 310, Real Presence Group 310 с аналогичной камерой, розничная цена на такую поликомскую модель будет примерно, кто-нибудь угадает сколько, ладно, не будем интригу подпускать, она будет 12 тысяч долларов. Тогда как наш кодек в этой комплектации стоит 2400 долларов. Ну, так, примерно шестикратная разница. Циска в аналогичном классе, это модель SX10, близко не поддерживает данный набор параметра. Но она не поддерживает, поумолча, вообще. Эдвер, Эдвер, второй экран. И второй экран, вот у нас сзади есть продукт, который мы вам продемонстрируем чуть позже. А также 3.2.3 не поддерживает. Ну и 3.2.3. Для аналогичных решений это может быть не как уважно. Не работает. Притом при всем, что в начальной закупке при всех скидках Циска стоит где-то раза в полтора дороже, чем наш продукт. А в TCO она стоит на 5 лет и того больше. Ты не ругайся. Total Cost of Ownership. Опять из нас. Надо по-русски ругаться. Совокупность стоимости владения. Совокупность стоимости владения. S, V, V. У нас такой богатый русский язык, а ты английский всякие факи тащишь. S, V, S, V. Совокупность стоимости владения и того лучше получается. И на 3, и на 5 лет. Это доказано. Если у вас есть проекты, где это нужно доказать еще раз заказчику, мы готовы предоставить всю честную экономику. И там будут скрытые затраты по ЦИСке. Причем ценник по ЦИСке определен честным. Мы профессионалы в этом смысле. Про телефон рассказать могу я. Мы часто его применяем для демонстрации. Сегодня у нас не будет на это время. И, наверное, это видеотелефон. К нему можно подсоединить телевизор один. На нем есть все на борту. Он показывает достаточно хорошего качества видео. Он имеет достаточно удобный дисплей. Я иногда не пользуюсь сторонним средством визуализации, а говорю, то есть видеоконференция именно с телефона. Этого достаточно для того, чтобы четко видеть своего визуализации на той стороне. Своя камера родная HD. Майкпод уже доступен к заказу для партнеров. Да, он доступен. Ответ Артема. Прошу прощения. Артем, у нас на складе есть VC110 с мигподом в комплекте. Или вы имеете в виду отдельный заказ мигпода? Уточните, пожалуйста. В чате мы ответим попозже. Спасибо. Значит, еще раз. Телефон, видеотерминал, наверное, повторяет историю терминала по качеству. Историю терминала от Танберга. У них был 20-й терминал, который любили все. Его продано было нумифическое количество. И в какой-то момент, когда Циско купила Танберг, его сняли с производства, и это была беда для тех людей, которые его покупали. Потому что Циско его убило как продукт, а что-то более хорошее или хотя бы похожее, повторяющее терминал, ну, не выпустило. Могу сказать, что по функционалу, по эргономике, ну, мне он нравится. Не хуже, чем 20-й от Танберга по тому, как он сделан. Он поддерживает HD-Voice, он может рассматриваться как телефон для станции, для IP-ATS. Ну, и тогда, когда он рассматривается и как телефон, и как соединение видеоконференц-связь через нашу инфраструктуру, он дает этот самый HD-Voice достаточно качественно. Поддерживает Wi-Fi, поддерживает Bluetooth. С Bluetooth мы тестировали несколько спикерфонов выносных, ну, там, Jabra и похожие. Работает тоже достаточно просто и надежно. То есть можно на нем организовать, до еще двоих участников подцепить без применения чего-либо еще. Доступна запись на USB, как на всех продуктах на наших. То есть вы взяли флешку, воткнули и пишет прямо на твоем устройстве, пишется все мероприятие. Этого нет у конкурентов, и это иногда полезно использовать в проектах, где это является хорошим сравнительным преимуществом. Поддерживает СИПы 3.2.3, умеет передавать контент на 15 кадров в секунду. Имеется в виду Full HD контент, это важно тоже для специализированных приложений, например, для медиков, когда они гоняют их свои рентгеновские снимки. Идем дальше. Про видеотерминал расскажет лучше Леонид. Прошу прощения, пока нечего рассказывать. Кроме того, что было анонсировано, было известно, что это будет телефон на базе андроида с 7-дюймовым дисплеем, с разрешением не HD-шным, чуть меньше. Тем не менее, камера у него позволяет захватывать, двухмегапиксельная камера будет позволять захватывать изображение до 720p, ну, то есть, иными словами, HD. Все остальное ждем. Ждем выхода. Скорее всего, функций будет больше. Пока нам обещают появление бороцов для тестирования, там, первую поставку, и это где-то конец года. Конец этого года, ноябрь-15. Пока точнее сказать ничего не можем. И по остальным характеристикам, тоже пока не туман. Ну, это нормальная практика для Ялинка, анонсировать какие-то общие базовые характеристики. А детали уточнить, подтвердить в тот момент, когда модель уже окончательно анонсирована и происходит реальный выход на рынок, а не какие-то предпродажные цифры. Так что, по 57W, пока вот такая информация. Ждем, ждем с нетерпением, потому что в классе решения видеотелефона, там, 300 до 400 долларов, к сожалению, у нас пока право. Был 2530-й, но он снял с производства, и на складе у нас там пара штук буквально осталось, то есть его уже совсем нет. 57W, дизайн у него будет такой же, как у Т49-го, ну, там, с легкими вариациями. Ну, вот, собственно, все. Да, Angry Birds, скорее всего, можно будет поставить, но только там с разрешения администратора. Тоже частый вопрос, ура, андроид, птички. Ну, вот. Обещал нам Ялинк, что будет андроид, но такой, не совсем открытый. Что не сможет пользователь всякую дрянь туда ставить и тащить. Десктоп. Долго не будем заостряться, мы уже и так, наверное, успели наскучить вам по поводу продуктов. Программный клиент ставится на любой компьютер, на Windows, на Mac OS, умеет показывать красиво и хорошо. То есть это на вашем компьютере реализованный клиент, который по СИПу или 323 умеет соединяться в нашу инфраструктуру, которая была показана раньше. То бишь он может быть одним из восьми участников, если это только наша инфраструктура, или один из, сколько вам угодно, если это сторонний soft switch MCU. Опять, поддержка двух протоколов, достаточно простой интерфейс. Я имею хороший опыт по применению разных интерфейсов. Это и поликомовский, и цисковский, и клерсия. И еще парочка была. Ну, могу сказать, что китайцы сделали все достаточно хорошо. Для того, чтобы ехать, да? Да, для того, чтобы ехать. Просто сердито и не работают. Достаточно качественно работают, в принципе, на 3G, 4G при разрешении 720p. Это проверено много где. Мобильный клиент, мы сказали, что уже и там, и там установлен. Я надеюсь, что... Люди уже скачали, уже используют. Да, что Дима, Дима, Дмитрий Серый нам напишет не сейчас, когда проверят все, как это работает. Мы сами проверяли, работает как паровоз. На Android и на iOS была проверка, я сейчас вспоминаю. Но она была бета-проверка, это было месяца два назад. Мы не все знаем про новости Ялинка, к сожалению. И так быстро вылетает до нас все. Но мы стараемся быть первыми, кто вам об этом расскажет. Паровоз в хорошем смысле, в том слове, да? Значит, зачем нужен облачный сервис Ялинка? Может быть, мы попросим Питера рассказать? Или Лене расскажет? Может быть, лучше Питера. Питер, can you emphasize to us, what is it? Cloud Service 1.0 of Ялинка? What benefits you can get if you will use the Cloud Service, the Registrar Service of Ялинка 1.0? Yes, and for Yelling Cloud 1.0, actually these services already can be used because regarding customers in the branch office may not have a public IP address and may not have particular ID guides to port mapping or firewall configuration. So it will be not so convenient for customers to dial IP address directly. So regarding these requirements... I have to translate, sorry. Yeah. So regarding these requirements, we also have another solution that all of Yelling devices, including the Loan system and also the Vc desktop and also the Vc desktop. All of these Yelling devices can register to Cloud 1.0 server and we have got an extension name. And customer can just dial the extension to get connection directly. They do not need any public IP address and they do not need to do any configuration on the firewall or the NAT. It is very convenient. It is convenient. Для любого устройства Yelling, которое было продано, может быть применена эта услуга, она бесплатна. Именно для тех кейсов, когда не знаешь чего, не знаешь где, но надо быстро организовать соединение точка-точка между кодеками или точка-многоточкой, если многоточкой выступает инфраструктура Ялинка. То есть достаточно знать свою учетку в облаке Ялинка 1.0 и все это произойдет быстро и просто. Also, and another very important is for security, because you can see like the audio and the video RTP media is directly go through one from the endpoint to another endpoint. So we do not have a security concern for our end user. And in case of cloud? Yes, because only the SIP signal will go through our cloud server, but for the video and the audio media data, it will go through directly from the endpoint to another endpoint. And under the cloud is encrypted enough? On the cloud 1.0. Encrypted. Yes. Both video and... Both video and... Если вы применяете облако Ялинка, то шифруются все виды соединений. Это и сигналка, это и видеопотоки, это и потоки контента. Все это шифруется достаточно надежно, чтобы не было раскрыто на лету. Спасибо, Питер. У меня вопрос как параноика, которая часто сталкивается с параноиками. А можно отключить сразу же эту замечательную функцию или навсегда и не использовать ее? Потому что многие заказчики очень недоверчиво относятся к тому, что что-то куда-то посылается. Менозерство, смотрите, у competition! The question is can we switch off the encryption в cloud? Encryption. Because some of the customers don't like to use external encryption. They might be governmental or some special oil and gas and so on. Is it available to switch off encryption and to leave all other features on the cloud? For the encryption, I think it contains two parts, one part for SRTP, encryption in audio and video. But just as we see IP format in the Russian market, we have already closed the SRTP encryption. It's already closed, in cloud. In our IP format, but in cloud, if we need to close the SRTP in Russian market, we can discuss in our internal. I think we will have a question. Yes, it is. We need to make a Russian market for Russian and SNG, since there are the same requirements. And I can explain this in the comments, not all the time. I don't know. It is not all the time. In this solution, in the U.S., we can't do it. In the U.S. We need to consider the circumstances, which we live, and, probably, to be able to do it. Может быть, Ялинка, может быть, Апиматика, а может быть, я не знаю, как его назовут. Для России и для СНГ. Для того, чтобы можно было пользоваться либо криптованием разрешенным, либо отключить криптование, которое, а, не разрешено, или, б, не сертифицировано для определенных заказчиков и для определенных проектов. Я бы хотел попросить Леонида рассказать подробнее о том, что уже, значит, выпущено в релиз. Это называется интеграция со сторонними производителями по контролю. Леонид? Ну, два или три слова я уже говорил про то, что появилась эта новая возможность. И где, в каких проектах мы теперь можем быть полноценными участниками, как взрослые, которые отрабатывают многие сценарии, которые используются в переговорных комнатах. Например, есть какая-то переговорная комната, где требуется повесить несколько камер для того, чтобы охватить всю геометрию помещения. Но не позволяет одна камера отработать и докладчика, и сидящих в зале. Вопрос, на самом деле, часто возникающий, если количество человек, сидящих в переговорной комнате, больше, ну, наверное, там, 15-20. Как быть в этом случае? Ставить два WGS кодека, ну, как-то вот накладно, и жрется, сжирается, съедается один участник конференции. Типовое решение – это когда к одному кодеку подключается больше, там, одной, больше двух камер. При этом все они управляются с единого пульта, и все они подают изображение на вот того участника конференции, которого обслуживает кодек. То есть мы не заводим какой-то порт, не тратим порт в МСЮ, не жрем трафик. Мы просто простым, как бы, способом переключаем эти камеры. Чтобы реализовать этот сценарий, ну, в железе в переговорной комнате, нужно построить вот примерно такую вот схему. Повесить какие-то ПТЗ-камеры, ну, то есть управляемые камеры, управляемые и с точки зрения поворота, и с точки зрения зуммирования. Дальше выход изображения этих камер подать на какой-то видеокоммутатор. Причем выход с этого видеокоммутатора, он будет подаваться на вход кодека, и кодек это будет воспринимать, ну, как обычную свою, там, как бы, родную камеру. Он не будет понимать, что к нему присоединено, там, несколько камер. А само переключение входа активного на видеокоммутаторе будет осуществлять контрольная система. То есть, вот, в данном случае, ядро системы будет, вот это ядро вот этого контура управления, оно будет построено на каком-то продукте, ну, вот, например, тот же АМХ Крестер. Для многих, то, что я сейчас сказал, ну, как бы, это уже банальная, наверное, пройденная вещь, но для кого-то это может быть новость. Чтобы сейчас не углубляться в детали, углубляться в подробности, я предлагаю просто, кого интересуют нюансы, кого интересуют детали, то есть, какие нюансы. Какие могут быть продукты, поставленные вместо зеленого квадратика с надписью Видеоматрикс и вот Control System. Что там стоит за этим, какие, набираясь, сколько они стоят, пишите в почту, проконсультируем и ответим. Это, как сказать, совсем по-взрослому, совсем как взрослые дяди делают. Если нужен вариант лайт, совсем лайт, просто две камеры, не мудрить, но строго две камеры, одна смотрит на докладчика, другая смотрит на зал. Погодите, я вот детали бы сейчас не лез. Есть новое решение, оно в родмапе у Ялинка, и о нем я бы попросил рассказать Питера, он привез его нам, мы о нем узнали там два дня назад. То есть, это все красиво, когда много камер и много денег, самое главное. Ну, оно дорого, да? Да, потому что разные слова, Крестрон, Экстрон, Крамер, Лейкс. Денег этот инженер, который специализируется на этих умных словах, стоит совершенно не детских. Поэтому я попробую передать слово Питеру, для того, чтобы он рассказал о более простом... О более простом решении, когда нужно соединить только две камеры и нет желания применять красивые слова, Крестрон, Экстрон, Крамер, Амикс, Кордон и так далее. То есть, для вас, для вас, regarding the new solution in the roadmap, what does it tell us? Для dual-camera solution, just as our partner IP-Mandika mentioned, we have a lot of solutions to cover different scenarios, but from Ялинк, we will release our dual-camera solution. All of the devices are Ялинк, one brand. Для решения таких вопросов, Ялинк выпустил самое простое решение, когда используется только продукция Ялинк, и обе камеры, ну, все, что на картинке, это продукты Ялинк, штатные продукты, которые можно взять со склада, скрутить, собрать, и это будет работать безумных слов, которые я назвал раньше. Yeah, and from this chart, you can see, we will release Ялинк a new camera hub, and in this hub, it will build in two DVI ports, so it will connect to Ялинк PDZ cameras. Значит, для этих целей был выпущен специальный продукт, называется он Ялинк камера хаб, он в середине. Он подсоединяется штатно совершенно к кодеку и штатно совершенно к камерам, теми же самыми кабелями. Ну, и самая важная вещь, то, что управление камерами осуществляется так же штатно, либо с пульта, либо с конференцией телефона. Да, и для камера switch, вы можете включить эти две камеры, и выключить презентацию кей, и выключить презентацию кей на ремонт контроль панель. Также вы можете включить две камеры, и выключить презентацию кей на ВСП-40, и выключить презентацию кей на ВСП-41, и выключить презентацию кей на ВСП-41, и выключить презентацию кей на ВСП-41. Значит, Питер говорит о том, что управление с культа или с конференцией телефона – это действительно важная фича, которая, ну, проста, недорога, и не вызывает необходимости в применении недорогостоящих инженеров, специальных знаний и так далее. Когда это будет доступен для покупателей? В будущем будет релизироваться очень скоро. Может быть, у нас будет релизироваться через два месяца. Maybe in the middle of October or November will be available for our customers to use this solution. Да, это самая свежая вещь, которую вы можете узнать от Ялинка. Она будет доступна через месяц, я надеюсь. Я спросил Питера, когда это можно будет заказывать, когда будет официальный релиз по этому продукту и по этому решению. Мы, наверное, сделаем отдельный какой-то документ и отправим партнерам по вот этому решению. То есть сколько будет стоить отдельная камера и сколько будет стоить отдельный хаб, и что нужно сделать, какие перепрошивки нужно поставить на устройство, на кодеки, чтобы это работало. Придется поменять firmware, но это бесплатно. Я могу сказать пару цифр буквально в качестве предварительных, потому что полная информация будет в отдельном документе, как сказал Лукбек. Мы его сейчас готовим. То есть если говорить о нашей 12-кратной камере, то розничная цена, рекомендованная, будет 2 990 долларов. 2 900, можешь зафиксировать? Да, хотел. 2 900, Дмитрий спросил, по чем будет эта камера. То есть если эта камера 12x, условно говоря, если у вас есть зал переговорный, не комната, а зал, где есть президиум, где есть зал, где сидят слушатели, и вам одновременно, ну не одновременно, а попеременно, нужно показывать либо кого-то из президиума, причем доставать его хорошим зумом, либо кого-то из зала, причем доставать его хорошим зумом. Это тот кейс, когда у вас 2 камеры должны смотреть в разные стороны. Вот это самое простое решение для этого кейса. И, ну, если оно будет разумным по цене, наверное, оно будет востребовано, я думаю, будет востребовано на рынке. Вот, я тогда... Соответствующие партнерские скидки, такие же, как и на все остальные продукты, они будут тоже, конечно, на аксессуары транслироваться. Ну, поймите правильно, сейчас в вебинаре могут быть не только наши партнеры, но еще и конечные заказчики, поэтому все цифры, которые мы называем, мы стараемся называть, это, конечно, рекомендованные розничные цены. Все остальное, наш интим, его, пожалуйста, в переписку, в телефон, куда-то. Дальше мы хотели бы, да, сделать короткий показ вам без документов, чего есть у нас в разработке. Для того, чтобы было понятно, что продавать на рынок вместе с нами, мы разработали некий продукт под названием Чебурашка, он перед вами, это правильная стойка, это два правильных коммерческих телевизора, это наш кодек, это, может быть, 120-й кодек, как в данном случае, и тогда есть ящик, куда мы прячем все кишки от сам кодек, все провода и так далее. То есть это закрытая система, никакие кабеля не торчат, она на колесах, ее можно катать, она достаточно просто катается туда-сюда. Решение all-in-one, то бишь ее закатил, и, в принципе, можешь начинать в этой комнате, ее начинать воспринимать как комнату для конферен-связи. Если решение с кодеком 110, то гроб не нужен, потому что сам кодек это all-in-one, а хаб, который к нему идет, он может быть спрятан и прикручен сзади, мы это в дата-шитах все укажем позже. В чем смысл применения коммерческих телевизоров, а не бытовых? Обычно и ЦИСКО, и Поликом, когда работают в проектах, где бюджет прежде всего, говорит заказчику, ну ты купи какие-нибудь телевизоры 55-й диагонали. И вот это приводит к тому, что заказчик покупает именно какие-нибудь телевизоры, с 3D, с непонятными спутниковыми тюнерами, с смартами и прочим. При этом, когда телевизор показывают плохо, все говорят на то, что это плохая видеоконференция. Поэтому мы не оставляем заказчику даже шанса на неправильные выборы, лучше бы вместе с вами продавали бы комплект, который проверен, каждый его деталь тщательно выверена, в частности, например, коммерческий телевизор. Чем отличается от бытового? Он дольше служит. Не потому, что он качественно лучше сделан по покрытию или по пластику. Нет. Он коммерческий. Он направлен на то, чтобы работать в кафе и ресторанах. А производители бытовых телевизоров, для вас это, наверное, не секрет, они закладывают прямо в чип время службы прибора. Потому что он вылетает у вас на следующий день после окончания гарантийного срока, это не такое не чудо, это запраграммированная вещь. Вы и потребители должны пойти и купить новый телевизор. В этом случае ситуация получше. Кроме прочего есть зашитые функции, одна из которых красивая, но важная. Это welcome screen, то есть то, что просыпается при включении приборов. Это может быть картинка и это может быть видео. Это происходит при включении. Это может быть логотип ваш, логотип вашего заказчика, казахтелеком условный. Это может быть видео. Вот это сделано для конкретного оператора Virgin Mobile. После того, как проигралась заставка и проигралась картинка, оба телевизора уходят на правильный HDMI-порт, не переспрашивают вас миллион раз, что произошло, что мне показывать. Хозяин выбери в одну сторону, только в одну сторону. То есть вот эта простота позволяет заказчику, это упрощает применение видеоконференц-связи. Потому что если доверить ему купить бытовой телевизор, это будет беда. Что еще правильного в этом решении? Устойка. Мы отдавали ее в школу. Дети, в общем, ее не сломали. Надеюсь, что другой заказчик тоже не сломает. Попробуем собрать это для вас в виде предложения коммерческого уже на днях. Оно будет состоять, наверное, двух или трех вариантов. Опять же, решение закатил в одну переговорную, выкатил-перекатил в другую переговорную, или выкатил к директору в кабинет. Мобильность позволяет решать много задач. Понятно, что на лифт лучше его не гонять, на одном этаже лучше переводить. Но вот мы его гоняем, перетаскиваем между комнатами достаточно без проблем. Значит, это то, что хотелось бы сказать про решение под названием «Чебурашка». В следующий раз вебинар будем вести именно с этого устройства, для того чтобы было понятно, как это работает. Вторая вещь, которую сегодня хотелось бы заострить, это то, как вы или ваш заказчик правильно должен выбирать ту систему, которую он хочет применять. У нас для таких попыток есть демонстрационные комплекты. Я хотел бы Леонида подробнее чуть-чуть рассказать о том, как выглядит демонстрационный комплект, как с ним работать, как приезжать к заказчику, как его показывать. Это очень важная часть продажи, я могу сказать, что она добавляет коммитмента, то бишь уверенности у заказчика, что именно это ему и нужно процентов 30. Мы все азиаты, если он это потрогал, если он это увидел глазом, если он это понюхал, если он даже на зуб оценил, что я беру, я беру. Глянись, играй. Да, у нас есть демонстрационный комплект двух видов. Один для настоящих пацанов. Производство понятно, что страдевари, но это шутка. Есть два демокомплекта, два демокитан. Один это 120-й кодек в своей топовой комплектации. Кто не видел, он поставляется вот в таком чемодане с фирменной надписью. Комплект внутри, если мы откроем чемодан, там есть все. Там полный набор, не знаю, в камеру не видно. Транспортировочный кейс, там вложиментов уложен в полный 120-й. Не в коробке, но вот в таком чемодане. Почему в чемодане? Ну, потому что ответ простой. Очевидно, коробка треплется, лохматится и приходит быстро в негодность. Приезжая уже с таким платильцем, ну, вы показываете, что все по-взрослому, да? А с таким совсем по-взрослому. Ну, это совсем уже как-то высший палантаж. Вот. Это 120-й. Он в одном чемодане с конференц-телефоном и с двумя дополнительными микрофонами. С активированной восьмиточкой. Описание все есть на сайте. Если что-то надо уточнить, если там чего-то вам не понятно, пишите, спрашивайте. Второй тип – это такой же самый чемодан. Он называется VDK 110. В нем два продукта. Один – это наш кодек VC110, о котором мы сегодня рассказывали. И второй, второй сосед его в том же самом чемодане – это телефон T49G. Вот, имея два чемодана, выехав к заказчику, привезя к заказчику, можно показать, ну, практически весь, весь, как бы, ассортимент наших решений. Все возможные варианты. Если заказчик сразу с ходу тех заданий говорит о том, что мне нужно больше показывать одновременно, чем восемь говорящих голов, еще раз напоминаю, у нас на нашем облаке напилены три решения. Это Mind, это Vintel и это Tricon. И будет напилено четвертое решение – это VideoMost. То есть все русские вендоры будут представлены нами. И вы можете давать как на время испытания конечные девайсы, так и учетную запись для виртуальной комнаты переговорных, вверх, в ММАР, опять вытянулся. Virtual Meeting Group. Нет, здесь можно. Когда работа, можно. На которой заказчик может покататься, условно, ну, жирный заказчик. Неделю и сказать, что это то, что мне нужно. Или наоборот сказать, знаешь, что-то интерфейс не понравился, давай-ка я там не Mind попробую, а теперь там Tricon, может проще. И это, ну, это живая история, то есть каждый заказчик волен с Ноленс выбирать ровно то, что ему нужно. Наша задача – все возможные виды доступные надежных русских производителей выложить на нашу достаточно там емко-виртуализированную машину, хорошо ее соединить в интернет, и дать возможность вам этим попользоваться. Иными словами, достаточно просто сейчас организовать заказчику пока с комплексного решения. Да, оно будет мультибрендовое, но напоминаю, что по сравнению с тем же Париковым и Лициско бюджет будет отличаться в разы, естественно, в лучшую сторону. То есть пишите, договаривайтесь с нами о каких-то датах, мы предоставим железо и организуем тот самый VMR, virtual meeting group в те дни, когда заказчику удобно будет стартануть это тестирование. Все, все, все. Час 10 минут. Я надеюсь, вам было с нами скучно. Если есть вопросы, пишите по адресу ВСС, собачка.ipmatica.ru Либо пишите их здесь, это все записывается, все комменты нам видны. Мы еще раз пробежимся после семинара. Спасибо вам, Елена. Спасибо, Дмитрий Серый. Спасибо, Иван. Спасибо, Олег. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Светлана, Сергей. Алексей, Андрей, Галина. Ждем на следующий вебинар. Следующий вебинар будет посвящен как правильно просчитать эргономику переговорных комнат, разных переговорных комнат. Это очень важная штука, которая помогает продавать не только видеоконференцию, но и управление и визуализацию. Вам этому нужно учиться, я считаю. Спасибо.